Сезон полевания на новогодних браконьеру открытый. У лесников началась горячая калядная пора. Специальные рейдовые группы патрулюют с леса и побочек с трассами и населенными пунктами. Но с правения хоуника у лесу есть и фотопадские. Попереживают порушальника у лесного спокою, чекая штраф. У ёлочный рейд отправились наши корреспонденты. Вот то самое место, где специально выращивают головный символ на доходе чага свята. В Шумилинском районе новогодних плантаций «Чатыры» эту под европейскую ёлку заклали 10 годов тому. Мы с вами находимся на территории Казянского лесничества, квартал 42. Это плантация новогодней ели, которая залаживалась в 2008 году. На этой плантации мы планируем заготовить порядка тысячи деревьев хороших. Холонный лесничий ведает толку новогодних ёлках. Из детинства подтримливая традицию ставить дома не штучное, а соправданное пахучее дерево. Выбирали ёлку сам. А вот пробрать её у цацкие гирлянды с права малых. Дети любят украшать ель. Так как у меня три сына, они даже порой выбирают, кто какой будет уже шарик и куда вешать. Набыть новогоднюю ёлку можно на ёлочных базарах с 22-го снежня. Всё это в полношном регионе лесгаз организовали больше за 200 гандрёвых кропах, 16 зяких у областным центры. Реализовать планует каля 50 тысяч древ. По Витебской области запланирована продажа больше, чем на 280 торговых точках. Это выездная торговля новогодними елями. Также новогодняя торговля елями будет организована и в лесничествах. Подробную информацию и цены можно узнать на сайтах лесхозов. Зараз у лесников гарача пора. И не только тому, что идёт на рыхтовка ёлок. Ещё трэва оховывай дрова, які застались ёлесе. Одни законы вырыбки покутают лесопосадки побачь звёздками и дачными кооперативами. А ещё хвойники, які растут для дорог. За два тыдня до Нового года лесники перешли на узмосленный режим работы. Патрулявать лесные массивы будут до 31-го снежня. На допомогу гэтэй справе приходят фотопастки. На территории в области их у Сталинвана девять. Большость порушений у лесного аппаратку и не только у Калядные дни раскрывают при их допомозе. За этот год зафиксировано уже один из протоколов. То есть написано с помощью фотовидеоловушек при общем счёте 43 протокола. То есть процент довольно хороший, они помогают довольно неплохо нам. Зараз на дорогах в области выставлена боль за полсотню экологичных патрулёв. Лесникам допомогают супрационники ДАИ. Кожный, кто перевозит ёлку во властном автомобиле, повинен иметь с собой документы. А подтверждит, что древо куплено, а не срублено у леса. На территории Галху-Шумилинской леско с канун новогодних праздников организовано два поста. Для охраны территории лесфонда от незаконной вырубки новогодних деревьев. Леснейшие небезодовольни не отзнашают. Порушальнику у Апошнича стало меньше. Штрафы значные. За незаконно ссеченное древо можно заплатить от 5 до 50 базовых величин. Сергей Мисурагин, Михаил Хростофоров. Новины. Витебская область.